Около 100 миллионов рублей заработал мусоросортировочный завод Тюмени за прошлый год. На эту сумму были заключены контракты на реализацию вторсырья. Таковы первые результаты работы предприятия. Именно с него началась так называемая мусорная реформа в регионе. Накануне на нашем телеканале вышло ток-шоу «Территория экологии», посвященное этой теме. О самом интересном расскажет Евгения Зубцова. Женя, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Анастасия. В России так называемая мусорная реформа действует чуть больше года. Изменения заметны, говорят в один голос и эксперты отрасли, и жители. Хотя изначально многие собственники были против. В тех же деревнях за вывоз отходов платили всего 50% населения. Большинство сжигали или компостировали мусор. А с 1 января 2019-го абсолютно всем стали приходить квитанции с расчетом за услугу. Действительно, сейчас привело к тому, что ситуация, когда от одной контейнерной площадки таскали мусор к другой, фактически ушла. То есть, отвечает один региональный оператор, то есть у нас фактически на одних территориях работает один возщик. Сегодня в Тюменской области появляется новый эко-кластер в сфере обращения с отходами. Например, в этом году уже отправили первые партии контейнеров для мусоров в Тобольск, Упоровский и Ирковский районы. Инфраструктуру еще создают. В регионе необходимо дополнительно установить 20 тысяч емкостей для отходов. Мусор вывозится своевременно и даже те территории, у которых был сохранен мобильный сбор мусора, у нас буквально в этом году стали поступать предложения о том, чтобы у них также оборудовали, создали контейнерные площадки и мусор начали собирать централизованно. И в прошлом году мы 431 контейнерную площадку запланировали создать и обустроить. Мы эти вопросы выполнили. Мусорная реформа задумывалась в первую очередь для того, чтобы избавиться от несанкционированных свалок. Они росли десятилетиями. В регионе ликвидация незаконных мест складирования отходов началась в 2012 году. И сегодня в реестре находится 1012 свалок. Если ранее на их устроение тратилось от 30 до 40 миллионов бюджетных рублей, то сегодня цифры гораздо больше. В 2019 году сумма потраченных средств и, соответственно, свалок, которые были ликвидированы, увеличилась в сотни раз. То есть мы говорим о том, что у нас более 350 свалок было ликвидировано, но и, соответственно, мы понимаем, что сумма это не 1-2 миллиона, а тоже свыше 300 миллионов. Эта же сумма у нас планируется и на 2020 год. Следующий шаг мусорной реформы – это переход на раздельный сбор мусора и создание отрасли переработки вторсырья. Напомню, президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране. Сейчас, конечно, предстоит нам тоже участвовать в системе мер. Президент поручил двигаться вперед, двигаться в цивилизацию, изучать вопросы раздельного сбора мусора и, собственно говоря, внедрять новые правила, которые бы позволили найти тот баланс необходимый, о котором я сказал. То есть возможности человека сэкономить на избавлении от отходов, при этом, чтобы это его не перегружало и у человека была бы вариативность. Хочешь раздельно, хочешь общим мешком. То есть самое главное, чтобы любая поведенческая модель гарантировала, что мусора в лесу не будет. Региональный оператор готов к переходу на раздельный сбор мусора власти, а главное, люди тоже. Экоактивисты отмечают, культура потребления среди тюменцев растет. По данным одного из крупнейших ритейлеров, в два с половиной раза выросли продажи экологических товаров. Все больше желающих сортировать отходы. Нам пришлось пересмотреть формат, мы перешли к стационарному сбору, арендовали склад, назвали этот проект «Станция сортировочная» и буквально в феврале нам пришлось переехать уже на больший склад, потому что мы просто перестали помещаться. Я сама дежурию на станции сортировочной периодически и постоянно приходят люди, которые говорят, ой, здравствуйте, мы первый раз. Как у вас интересно? По словам экспертов, мусорная реформа продлится три года. За это время отрасль вторичной переработки будет налажена, свалок станет меньше. Но главная задача каждого из нас – сохранить природу, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Анастасия.